Профессора Солонимская, да, у нее такое название, доклада, очень перспективное, значит, новые предикторы эффективности неодевантной химиотерапии, не вообще терапии, химиотерапии, у больных раком молочной железы, пожалуйста. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, конечно, после Владимира Федоровича и его, так сказать, такой очень доходчивой манерой представления материала сложно выступать, но все-таки я попробую. Сегодня целый день говорили мы о сложных вопросах лечения больных раком молочной железы, в том числе и разбирались различные аспекты неодевантной химиотерапии, и всем очевидно в этой аудитории понятно, что неодевантная химиотерапия является, безусловно, на современном этапе одним из этапов комбинированного лечения раком молочной железы. И совершенно очевидны и просты те цели, которых мы пытаемся добиться. Конечно же, это уменьшение объема первичной опухоли, что было на заре, так сказать, начало этих исследований, когда мы пытались увеличить количество органосохранных операций. Безусловно, это определение чувствительности первичной опухоли к проводимой химиотерапии, практически ин вива, о чем тоже сегодня много уже говорили. Ну и, конечно, основной, конечной точкой и главной является достижение полной морфологической регрессии, поскольку именно этот фактор является наиболее благоприятным в прогностическом отношении. Но мы все хорошо понимаем, что разные молекулярные подтипы рака молочной железы по-разному, так сказать, достигают вот этой желаемой цели. Наиболее эффективна неодевантная химиотерапия, вернее, достижение полного морфологического регресса, возможно, у больных с трижды негативным и ХЕР-2-позитивным раком молочной железы. Но в последнее время в литературе стали появляться публикации, которые говорят о том, что и выраженная частичная регрессия опухоли тоже может быть ассоциирована с улучшением отдалённых результатов, тогда, когда мы достигаем показатели непосредственной эффективности от 80 и выше процентов. И, в общем-то, говоря о неодевантной химиотерапии, конечно, мы рассматриваем в первую очередь следующие вопросы. Вообще, показано ли её проведение с точки зрения эффективности? И если всё-таки мы отвечаем позитивно на этот вопрос, тогда чем выбор схемы и каким препаратом мы должны работать? На сегодняшний день, в общем-то, есть, конечно, совершенно стандартные показания к назначению неодевантной химиотерапии, но они не новы, и они касаются, в первую очередь, конечно же, оценивается распространённость опухолевого процесса, и, второе, это определяется молекулярно-биологический подтип опухоль. Но, как я уже показала выше, безусловно, и ожидаемая, и достигаемая эффективность неодевантной химиотерапии весьма и весьма вариабельна и неоднозначна. Те существующие генные сигнатуры, которые есть в литературе, о которых сегодня тоже достаточно подробно шла речь, и они здесь представлены, они, в общем-то, все направлены на то, чтобы ответить на вопрос о показаниях к проведению адювантной терапии. В отношении неодевантной терапии генных таких сигнатур на сегодняшний день нет. Ну и, кроме того, их цена, и, кроме того, вы посмотрите, в основном всё-таки они используются у больных с рецептор-позитивными опухолями. Для выбора и назначения какого-либо химиотерапевтического агента на сегодня тоже нет особых каких-то отправных характеристик, но, наверное, исключением может явиться лишь определение экспрессии топ-2 изомеразы, наличие амплификации топ-2 изомеразы. И, конечно же, очевидно, что необходим поиск дополнительных информативных маркеров. Поэтому, если суммировать вот эти данные, то можно сказать, что те факторы, которыми мы пользуемся при назначении определения показаний к назначению неодевантной химиотерапии – это клинические, конечно же, параметры, морфологические основные параметры – то они, как правило, нам не позволяют более чем 60%, ну, примерно около 60% пациентов прогнозировать какой-то ожидаемый эффект. При всём при этом мы хорошо понимаем, что одной из наиболее значимых причин неэффективности химиотерапии злокачественных наобразований является множественная лекарственная устойчивость. Известно о связи высокого уровня экспрессии некоторых ABC-транспортеров с резистентностью к химиопрепаратам. Рассматриваются в этом плане делецы, амплификации хромосомных регионов и отдельных хромосом, которые называют изменением числа копий ДНК. И уже на сегодняшний день в литературе достаточно много представлено публикаций, которые говорят о том, что амплификации локусов генов, вот как раз генов множественной лекарственной устойчивости или ABC-транспортеров, сопряжены с низкой эффективностью к химиотерапии. Практически нет работ, которые бы показывали, что обратная сторона, делецы этих генов, каким-то образом тоже ассоциированы с химиотерапией. То есть этот вопрос практически на сегодняшний день не обсуждается в литературе. Ну и также существуют определенные хромосомные аберрации или синвея в определенных регионах ДНК, которые не являются генами ЭБС, и также в литературе имеется небольшое, но всё-таки количество публикаций, говорящих о том, что они ассоциированы с химиорезистентностью новообразования. Мне бы хотелось сегодня представить результаты собственных исследований, которые мы проводим в институте. И первый этап исследований, на который мы начинали работу, он ретроспективный, и задачей являлся поиск молекулярно-генетических маркёров, которые были бы всё-таки сопряжены с высокой эффективностью неодювантной химиотерапии. Ну вот здесь примерный стандарт такого исследования, которое мы предприняли. 68 больных было взято в это исследование со второй А и третьей Б стадии заболевания, которым было показано проведение неодювантной химиотерапии, и всем им проводилось по стандартным показаниям с использованием обозначенных схем предоперационной химиотерапии. Всем больным по биопсинному материалу проводилось проведение микрочипового исследования биопсинного материала, который мы брали ещё до того, как назначали какое бы лечение. И далее у них были идентифицированы молекулярно-генетические маркёры, которые сопоставлялись с клинической эффективностью, и, в принципе, мы именно ассоциировали их с высокой эффективностью неодювантной химиотерапии. Ну вот здесь показано, что делалось. Исследовалось ДНК, РНК опухоли, микроматрица на цитоскане, Афиметрикс Соединённых Штатов использовалась методика. Что было обнаружено? Были выделены шесть наиболее значимых делеций, локусов генов множественной лекарственной устойчивости с эффективностью неодювантной химиотерапии. Если вы посмотрите на приведенную таблицу, то вы видите, что соответствие было достаточно высоким. Все они касались, так сказать, соответствия более 86%. То есть определение наличия делеции локуса хотя бы одного из генов МЛУ до проведения лечения позволяло нам прогнозировать ожидаемую эффективность неодювантной химиотерапии с вероятностью более 85%. Ну вот здесь график, подтверждающий эти результаты. Кроме этого, были определены ещё дополнительные регионы ДНК, которые не являлись генами множественной лекарственной устойчивости и изменения в хромосомах, делеции или амплификации, в данном случае делеции рассматривались в большей степени, ассоциированы с химиочувствительностью опухоли. Они представлены вот на этом слайде. Таким образом, по результатам вот этого этапа исследования были определены маркёры, как мы условно их назвали, маркёры эффективности неодювантной химиотерапии. Они представлены. Полученные результаты мы опубликовали, причём опубликовали не только в российской, но и в зарубежной печати. Последняя публикация, которая вышла, это в журнале «Онкотаргет» в том числе. В общем-то, это был тот этап исследования, когда мы смогли, наверное, для себя, вот по этому небольшому фрагменту работы, показать, что есть ещё дополнительные маркёры, которые ассоциированы с эффективностью, с возможной ожидаемой эффективностью неодювантной химиотерапии. После такого ответа на вопрос, естественно, логически стоит следующий вопрос. Чем проводить? Каков должен быть выбор схемы и препаратов лечения? Очевидно, что больные раком молочной железы получают определённые схемы. Всем они известны, они здесь представлены. Но выбирая, так сказать, каким видом препарат или какую схему лучше целесообразно использовать, мы, в общем-то, обратились к такому моменту, как изучение генов монорезистентности. Именно этот момент определял показания к назначению антрациклинов. Известно, что эффективность антрациклинов ассоциирована с амплификацией локусов гена топоизомераза 2-альфа и высоким уровнем экспрессии этого гена, продукт, который является мишенью для действия данного класса препарата. Поэтому при наличии таких исходных показателей этим больным назначали схему с включением антрациклинов. Когда мы определяли, так сказать, выбор схемы с включением ксилоды, то мы понимали, что, в общем-то, и по данным литературы, проработав, и по собственным материалам, что эффективность назначения ксилоды, она, в принципе, зависит от уровня экспрессии тимидилат синтетазы. И избыток ТИМСа приводит к тому, что токсически переносимые дозы 5-фторороцила, они, в общем, если так можно выразиться, не могут насытить этот фермент и заведомо могут оказаться неэффективными. И ксилода, как препарат выбора, она может обеспечить более высокие внутриклеточные концентрации 5-фторороцила и нейтрализовать большее количество данного фермента. Поэтому при исходных, в высоком уровне экспрессии тимидилат синтетаза мы выбирали схему химиотерапии с включением ксилоды. Показания к назначению препарата в плате, она неизвестна хорошо в аудитории. И, конечно же, это в первую очередь наличие мутаций в гене Берсей. И работы такие выходили, и они есть, и доказаны, что именно назначение препаратов платины при герминальных мутациях сопряжено с достижением высоких показателей к непосредственной эффективности. Но вот в своём исследовании мы выявили следующий факт, что, в принципе, наряду с герминальными мутациями в опухоли достаточно часто наблюдаются ещё соматические мутации, проявляющиеся дилеции гена Берсей-1. И, в общем, частота встречаемости такой дилеции в опухоли, она составила, по нашим данным, порядка 37%. А когда посмотрели ассоциированность и связь с использованием различных схем химиотерапии, то оказалось, что если мы выявляли вот такую дилецию в гене Берсей-1 в опухоли, то эти больные более эффективно отвечали на препараты платины и схемы химиотерапии с включением ксилоды. Сейчас активно обсуждается вопрос о назначении токсанов. Токсаны хорошо известно, что наряду с антрациклинами являются золотым стандартом лечения больных раком молочной железы. И при определении показаний к назначению токсана в литературе обсуждается роль мутации гена бета-3 тубулина, уровня его экспрессии, но, к сожалению, каких-то убедительных данных, говорящих в пользу того, что именно эти показатели могут являться определяющими к выбору токсанов, на сегодняшний день убедительных в литературе нет. И появляется ещё одна тема, так сказать, для разговора, это определение резистентности к токсанам, которая сопряжена с определением мутации гена Берсей-1 именно в опухоли. Очень, так сказать, активные дебаты идут в отношении этого вопроса, потому что, с одной стороны, мы знаем, что именно эти больные являются кандидатами для назначения препаратов токсанового ряда. Но, тем не менее, на сегодняшний день известно, что ген Берсей, он кодирует ядерный белок и реагирует на повреждения ДНК, участвуя в различных клеточных процессах, ответственных за репарацию ДНК, транскрипцию МРНК, регуляцию клеточного цикла и, в том числе, выведение продуктов распада клеток. То есть, те функции белка Берсей, они многосторонние, чем мы, в общем, привыкли говорить о том, что он участвует в процессах гомологичной рекомбинации. И поэтому продукты гена Берсей, они участвуют в запуске апоптоза, при блокировании токсанами микротрубочек, именно в период перехода метафазы в анофазу. И в условиях наличия вот такой и герминальной мутации, в том числе и соматической мутации, как мы показали, вот, делец и Берсей-1 в опухоли, токсан, индуцированный апоптоз, он не реализуется. Но мы считаем, что это один из вариантов возможной неэффективности использования токсанов. Ну, и в связи с этим мы разработали вот такую схему для себя, определили для того, чтобы всё-таки остановиться на выборе какого-то наиболее адекватного вида препаратов. То есть, если мы имели высокую, наличие амплификации топ-2 альфа и высокий уровень экспрессии, то назначали схему с включением антрацикринов. При отсутствии делец и Берсей-1, делец и тубулина БТ-3, токсаны, уровень экспрессии ТИМС, как я показывала, высокий, а мы его определили как 2 и выше, назначались схемы с включением капицитабина. Ну, и наличие делец и гена Берсей, это, конечно же, определяло показания к назначению препаратов платины. Вот два этих уровня ретроспективного исследования позволили нам разработать для себя, во всяком случае, алгоритм персонализированного назначения неодювантной химиотерапии, где на первом плане по биопсидному материалу выполнялось микрочиповое исследование определения экспрессионных характеристик опухолевой ткани, и на этом этапе решался один клинически значимый вопрос о целесообразности к назначению неодювантной химиотерапии. Если мы определяли эти показания по тем критериям, которые я показывала, то тогда мы уходили на второй уровень, то есть определяли выбор схемы. Если же нет, мы не находили этих маркеров, то эти больные отправлялись сразу на этап хирургического лечения. Естественно, что для нас было важно провести определенную валидацию полученных результатов, правы ли мы вот в тех предположениях, которые получили, и мы это сделали. Причем мы взяли пациентов с люминальным B-типом рака молочной железы, это именно те пациенты, у которых достижение полной морфологической регрессии наиболее низкое, и тем не менее им показано проведение химиотерапии, и провели микрочиповое исследование в опухолевой ткани вот 37 пациентам. Что оказалось? Показаний к проведению неодювантной химиотерапии мы не увидели у 11 пациентов, что составило 30%. У остальных 36 больных 70%. Химиотерапия вы, извините, здесь перепутали наоборот, 70% была показана, ошибка просто на слайде, а 30% не показана. Дальше был выбор желаемой реализуемой схемы неодювантной химиотерапии. Вот она представлена тоже на этой диаграмме. Но главным для нас было, в общем, конечно, получение результата. Мы взяли контрольную группу, то есть группу больных с люминальным бараком молочной железы, химиотерапия которым назначалась по стандартным обычным режимам, не по тому алгоритму, который мы предлагали, а как обычно мы это делаем в клинической практике. Что оказалось? Что в исследовательской группе частота достижения, частота непосредственной эффективности составила 88,5%. И только у 11,5% мы получили стабилизацию опухолевого процесса. И посмотрите на результат, который был получен в контрольной группе, ну практически он равный по соотношению тех больных, у кого мы достигли непосредственной эффективности по сумме полных и частичных регрессий и нет. В общем, это, так сказать, полученный результат был, конечно, вдохновляющим, но дальше стал не менее значимый вопрос. какое действие всё-таки может оказывать проведение неадювантной химиотерапии на показатели выживаемости? Опять-таки, исходя из того, всё время, наверное, идёт спор между химиотерапевтами, хирургами, кому показана химиотерапия, насколько, так сказать, мы улучшаем или, наоборот, ухудшаем лечение. И опять-таки, исходим из тех же самых, так сказать, посылов, которые говорят о том, что известно, что только достижение полной морфологической регрессии является прогностическим результатом благоприятным. Ну и, соответственно, мы для себя определили вот третий уровень ответа на вопрос, показано ли проведение неадювантной химиотерапии с точки зрения влияния на исход заболевания. Стало очевидно, что необходим для этого поиск каких-то дополнительных информативных маркёров. Известно, что все цитостатические препараты естественно, обладают определённым мутагенным действием, но при этом в опухоли происходит определённая эволюция клонов в опухоли, может заключаться в элиминации чувствительных, когда мы видим проявление клинического уменьшения объёма опухоли, выживании резистентных, когда мы видим остаточные опухоли, и возможном появлении новых клонов. И, в принципе, на сегодняшний день по данным литературы хорошо известно, что клональная эволюция опухоли как раз определяет индивидуальный генетический ответ опухоли на проводимую неадювантную химиотерапию. Мы тоже предприняли вот такой дизайн исследования, когда мы брали опухоль до начала лечения, выполняли трепан-биопсию, выделяли ДНК, проводили микроматричный анализ, проводили пациентам неадювантную химиотерапию, а потом аналогичным образом исследовали резидуальную опухоль. Что мы получили? Что, в общем-то, в результате, после проведения неадювантной химиотерапии, исследование, в том числе и резидуальной опухоли, оказалось, что имеется три типа проявления клональной эволюции в ткани опухоли. Первый тип ассоциировался с уменьшением количества мутантных клонов вплоть до полной элиминации. Мы наблюдали четыре случая полной морфологической генетической регрессии опухоли, что составило 63%. Второй тип реакции опухоли на проведение неадювантной химиотерапии показал, что никаких изменений в ткани опухоли на фоне лечения не происходит, но процент таких больных был невысок, он составил 17%. И вот третий, наиболее такой, наверное, сложный и, вернее, прогностически неблагоприятный, это третий тип, когда в процессе проведения предоперационной химиотерапии появлялись новые клоны с изменениями. Но что оказалось таким неожиданным, но, в общем, очень впечатляющим, что безметастатическая выживаемость больных в зависимости от генетического ответа она была совершенно различной. В 100% случаев, то есть у 100% больных, у которых наблюдалось появление новых амплификационных клонов, было сопряжено с развитием гематогенных метастазов. У всех остальных больных, либо с элиминацией опухолевых клонов, или отсутствием вообще какого-то действия под проведением предоперационной химотерапии, мы не наблюдали развития гематогенных метастазов в течение пятилетнего периода наблюдения. Результаты, полученные по достоверности, они, в общем, такие достаточно значимые. И таким образом, вот этот этап исследования позволил выделить нашим молекулярным генетикам следующие изменения, вернее, в следующих кромосомных локусах, которые представлены здесь, и они были названы как потенциально метастатические клоны. То есть мы можем говорить о том, во всяком случае предполагаем, безусловно, никакого утверждения быть пока не может, что если в остаточной резидуальной опухоли, в процессе неодевантной химотерапии появляются любые два и более указанных вот этих амплификационных клонов, то это приводит, по нашим данным, приводило к стопроцентному гематогенному метастазированию. Мы провели анализ клинического материала и поставили вопрос, всё-таки вот эти новые маркёры, которые мы обослачили потенциальными метастатическими клонами, могут ли они определять показания к назначению предоперационного лечения? Что получили? Вот если посмотреть на слайд, левая часть этого, вернее, правая часть этого слайда, то оказалось, что если неодевантная химиотерапия назначалась пациентам, исходно у которых в опухоли определялось два и более метастатических клонов, то мы получали у них не только более высокую непосредственную эффективность, которая практически наблюдалась более чем у 70% больных, но и очень хорошие отдалённые результаты. У тех же больных, левая часть этого слайда, у кого исходно в опухоли не определялись или один метастатический этот клон, то мы с большим трудом достигали непосредственной эффективности. Вы видите, она была даже меньше 50%. Ну и что самое, наверное, печальное, мы обуславливали неблагоприятный исход заболеваний у этих больных, потому что процент развития метастазов, он тоже был высокий, более 40%. Евгения Михайловна. Я заканчу. Я прошу прощения, хоть вы и сопредседатель. Будем демократичны. По времени? У вас 20 минут уже прошло. То есть полученные нами данные говорят о том, что, в общем, наверное, можно рассматривать эти выделенные нами маркёры информативными, могут рассматриваться в качестве новых предиктивных факторов, которые позволят персонифицированно подходить к назначению предоперационного лечения, но, конечно же, необходимы дальнейшие результаты и валидация их клиническая. Спасибо. Спасибо вам. Вы далеко не уходите. Не уходите? У меня возник вопрос. Зачем нужна надеватная терапия? Зачем нужна? Да. Для уменьшения объёма опухоли и достижения полной афологической регрессии. Уменьшиваться опухоли. А? Т3. Уменьшиваться опухоли. Я уж не говорю Т4. Михаил Романович, это возможность выполнить орган сохранной операции как минимум. Т3 будете делать сохранную операцию. Если уйдёт объём опухоли, конечно, буду. Понятно. Уменьшение операции. Ещё зачем? Определение чувствительности к проводимому лечению инвива и достижение полной афологической Это влияет на дивантное лечение? Я не слышу, вы извините, ваша вопрос. Это как-нибудь влияет на дивантную терапию, на выбор аднивантного режима? Ну, мне сложно сказать, насколько это влияет. В принципе, да, если мы получаем резидуальную опухоль, ну вот буквально на предыдущей сессии обсуждался вопрос, в результате неадивантной химтерапии, если мы не получаем полного ответа, полной морфологической регрессии, остаётся остаточная опухоль, мы будем лечить эту больную дальше? И будем думать, чем её дальше лечить? Будете думать. Хорошо, мой последний вопрос. Скажите несколько слов про генометастазирование. Ни у кого не получается с генометастазированием. Это генетическое исследование было? Михаил Романович, я не поняла ваши вопросы. Генометастазирование вы представили данные на слайдах. Потенциально метастатические клоны мы представили. А генометастазирование вы не изучали? Нет, конечно, их нет как таковых. Мы просто представили изменения, которые ассоциированы с метастазированием. Спасибо. Какие есть ещё вопросы? Задайте трудный вопрос. Спасибо.